Сегодня, можно сказать, закончила работу рабочая группа по разработке концепции свободной экономической зоны. Как ее многие слышали уже, на самом деле это зона приоритетного развития, технопарк, индустриальный парк. Много различных названий было у данных территорий, но смысл остается один. Это территория, на которой будет развиваться производство, производственные мощности. Это создание рабочих мест, это движение вперед города Одессы и в целом региона, если хотите. Поэтому эта задача была приоритетной и остается приоритетной для нас в своей работе. Независимо от того, что у нас много возникает текущих задач, сегодня это борьба с пандемией, но, тем не менее, никто не отменял развитие города, развитие города и создание рабочих мест, создание и воссоздание экономики. Рабочая группа проработав в течение года достаточно плодотворно. Посетили мы наши страны, дружественные нам, где созданы данные свободноэкономические зоны или зоны приоритетного развития. Для нас очень близка модель Клайпеды, Литвы, нашего города Побратима. Были мы там неоднократно и остановились все-таки на модели, которые создали в Клайпеде. Что сегодня? Сегодня я считаю, что дан старт практической реализации наших всех планов. Мы готовим решение исполнительного комитета, мы готовим решение сессии. Это практические шаги, которые будут уже... Концепция – это программный документ. Это наше видение развития ситуации в том или ином направлении. Концепция. У нас должна быть программа, концепция. Она должна быть в городе. Но для того, чтобы не быть... И не воспринимается так. Это очередная концепция, очередная программа. Как она будет выполняться? Уже сегодня мы подкрепим концепцию конкретными шагами. Управление капитального строительства, я думаю, выступит заказчиком по разработке и подведению туда всех мощностей разработки территорий, проектирования. Заказчиком проектирования мы сегодня говорим о поручении, которое я дал, о том, чтобы рассмотреть в плане зонирования и разработки детального плана территорий в данном вопросе, в данных территорий, привести в соответствие. Это уже конкретные шаги. В рамках распоряжения городского головы рабочая группа в основном закончила свою работу по изучению опыта работы свободных экономических зон, территорий приоритетного развития. Как известно, группа выезжала в Китайскую Народную Республику, город Нинба, в Клайпеду, в Констанцию, в Румынию. Мы изучили нормативную базу, пообщались с управляющими компаниями, очень полезного, много для себя учли при разработке концепции. И вы знаете, в начале марта рабочая группа вместе с мэром города выезжала на рассмотрение территорий возможного приоритетного развития. Эта территория рассматривается поля фильтрации в условиях децентрализации. Мне кажется, что это очень важный и очень серьезный такой пилотный проект от Одессы, который может быть примером и для других территорий. Что мы видим в перспективе? В первую очередь, это использовать земли, которые уже выделены городским советом, для того, чтобы привлечь инвестора на компенсационном механизме и определить структуру, которая могла бы дополнительно создавать рабочие места. Ибо более 50% налогов сегодня идет как налог от физических лет в городской бюджет.